Хара это вот два пальца от пупка, вот хара, почему кири делают, хара кири. Значит, чем хара больше, тем духу больше. У Жени уже хара нормально намечается, я чувствую. Ну, у меня хара мастерская. Поздоровайся, скажи, что вы смотрите канал «Боевые ботаники». Всем привет, вы смотрите канал «Боевые ботаники». Ну, что так устало-то? Где энтузиарм? Рука не возит цифр. Попрыгаем? Еще раз сказать? Да. Давай так всем привет. Всем привет, вы смотрите канал «Боевые ботаники». Как мы обещали, сегодня у нас разговор с Ираклием, злобным зрителем и очень активным комментатором канала «Боевые ботаники». Причем в основном комментарии пишут в ВКонтакте, а не на Ютубе. В ВКонтакте у нас есть отличное сообщество, присоединяйтесь. Есть, ну, кстати, фейковые сообщества, наши самые большие. Ну, сразу понятно, где фейк, где не фейк. Вообще, Иракли, на самом деле, а почему мы с тобой о чем-то говорим? Вот у многих зрителей может возникнуть вопрос. Кроме того, что ты вот такой жизнерадостный весенчак, каким тебя запомнили зрители из выпуска несколько недель назад. Почему с тобой нужно говорить, а не с каким-то из многих сотен, а может быть и тысяч даже комментаторов? От того, что ты пишешь без ошибок, так нет, они встречаются, я подмечаю двойные пробелы. От того, что ты снабжаешь свои комменты, массы ссылок на первоисточники, ну да, наверное. Но кто ты такой, чтобы в основном, твоя тема, я так понимаю, это спорт и традишн, там, и каратэ, ну вот основные темы. Просто неровка детей. Вот было такие два-три холивара, которые я очень четко запомнил. Ты-то кто такой? Какие-то смешные каратэ-кафукан. Вот Илона смешно говорит, кафукан, кафукан, как ежик, скажи Илона, кафукан. Кафукан. Кафукан, кафукан. Впечатляет. И говори, что у Алексеева не каратэ, там, у Панасюкани каратэ. У тебя на что? Панасюкани говорил, но я могу сказать. Ты хочешь узнать, кто я? Кто ты такой? Кто ты, кто ты, кто ты? Почему у тебя есть право? Ну, началось все 31 год назад в городе Сухуми, Абхазии. Это было, как сейчас, помню, 21 ноября 1984 года я родился. Это ты об этом, если хотел спросить. Но нет, на самом деле я занимался единоборствами всю жизнь. Я сперва занимался греко-римской борьбой, потом заставили одеть трико на соревнования. Поборолся, конечно, но тут вариантов не было. Но в трико, в общем, как-то перспективы не радужные, ты сам понимаешь, я думаю. Потом я стал заниматься айкидо, долго занимался. Но я как с первого занятия айкидо я сразу понял, что, в общем-то, как бы, как человек, который достаточно много дрался в школе, не потому, что я там какой-то плохой или еще что-то. Я просто много школ менял, а коллектив как бы с трудом воспринимает, да, новеньких. И, в общем, еще я работал на телевидении на тот момент. Я вел детские передачи. Там, там новости, осторожно, дети. Да ты что? А я писал в детские газеты, в «Ленинские искры», в «Пионерскую правду». Соперетелись. Вот, наверное, поэтому, Жень, мы с тобой любим так сильно публицистику. Били из-за вот этого видения. Ну да, чуть-чуть такой какой-то. Еще на «Радио 1» я там, вот эта «Пионерская зорька», она потом переименовалась в «Радио няню». Там я там везде принимал участие, как бы. И, собственно... Я старший, она 6 лет, почему я это слушал? Да потому что после перестройки все еще долго очень сохранялось, на самом деле. Очень сильно сверстники бесились на меня. И преподаватели тоже бесились, потому что, ну, как-то странно, человек на занятия очень мало ходит, но, в общем-то, сдает все очень хорошо. А я просто в школе при телевидении учился. Постоянно были драки. Поэтому «Айкидут» для меня это, как бы, я сразу понял. Не, ну, прикольная тема. Может быть, даже там она от ножа как-то поможет. И занимался, потому что просто нечем было заниматься. То есть ты сразу перешел к вопросу пару слов о каждом боевом искусстве? Да нет, ты спросил, кто я. Я вот говорю. Я потом в 10-м классе пошел заниматься, как я говорил, каратэ. Оказалось, не каратэ. Нет, ты клонишь к тому, что ты такой влиятельный, не помню с этого слова, комментатор, потому что ты много чем занимался разными единоборствами, имеешь какие-то достижения, кстати, какие. Или потому что ты журналист, публицист и понимаешь, что несут эти люди с экрана и чувствуешь неискренность, как минимум, где-то лукавство, а может быть, даже прямую откровенную ложь. Спасибо, что подсказал мне. Ты действительно прав. Все в цвет, все в цвет. Я просто прошел через вот этот вот весь путь от непонимания единоборств, от их мистификаций, что это что-то фантастическое, да, что можно там сверхсилу какую-то обрести, до пути, что, знаете, все это ерунда. Надо вот левый, правый, боковой лоу-кик, и как бы больше ничего, и все это достаточно. Я весь этот путь прошел и интересовался, и знаю. Тогда тебе даже скучны все эти холивары, если ты уже был на этой стороне, все долго значки и эти все долго значки. Это я объясню. Я все-таки занимаюсь каратэ, люблю очень сильно каратэ, буду им еще заниматься там, пока не составлюсь. То есть это спорт или традицион? Это лайфстайл, так же как БЖЖ, это спорт или традицион? Это тоже лайфстайл. И вообще, в принципе, как бы... Какой там традицион? Нет, ну это лайфстайл, у них лайфстайл, у них, как это называется, шаста. Они показывают там, они ходят, у них образ жизни такой. Сам позанимался в БЖЖ тоже, нет такого, чем я не позанимался. А какие разряды пояса, КМСы, мастера? Ой, ну только вот по рукопашному бою я больше всего выступал, и у меня там какой-то второй разряд. Нет, тогда... А что ты просто рукопашный буксать? Я знаю, РБА, что ты будешь. Версия Динамо, типа локики, по-моему, бить нельзя. А такой же шлем забрал он, да? Да, такой же шлем забрал он, перчатки, Рейспорт тогда были, эти такие краги. Мы выступали, собственно, там меня каратист рубанул в печень. Тебя? Да, я просто на самом деле свою беспомощность ощутил, когда я вот с каратистом стоял. Я очень много, помимо армейского рукопашного боя, ездил на спортивные сборы в лагеря и занимался с ребятами тэквондо, дзюдо, боксом занимался. Очень много. И все это применял в рукопашном бою, потому что он, по сути, как бы из этого и состоит. Я потом узнал, что рукопашный бой, это на самом деле каратэ, смешанное самбо. А обычно в комментах наши такие одиозные спортсмены, радикальные, обычно сказали другие истории, что вот всех каратистов рукопашники на соревнованиях выносят, и каратисты понимают, что они никчемные, а только рукопашка, боевой самбо, нашинская, бокс, вольная борьба, все ваши каратэ, это бежня, как выражаешься. Опережая, опережая, наверное, сейчас можно будет сказать, что, наверное, я фиговый рукопашник был, но точно не самый лучший, если я чемпионом России по рукопашке не стал. Я просто увидел то, что я искал. Я искал систему, с помощью которой можно тренироваться и учиться, а не просто делать какие-то физкультурные, физические упражнения, и, по сути, ты ловчи, сильнее, больше знаний у тебя в голове от этого не появится. А в каратэ, как бы, мне показали именно систему, методику того, как надо научиться, чему надо научиться и как можно выступать на соревнованиях, так, чтобы иметь превосходство над противниками в плане передвижения, ну, всего того, о чем мы в прошлом выпуске говорили. Почему я об этом говорю? Я, если заметили, я касаюсь только традиционных единоборств. Я никогда не трогаю там самбо, ММА, там, кикбоксинг или тайский бокс. Я их уважаю, все. Я трогаю те единоборства традиционные, в которых нет элементарно там спортивных поединков, а без спортивных поединков я вообще считаю, что единоборство существовать не может. Я не могу не согласиться. Так, подожди, а есть мысль, что единоборство, да, не может существовать без спортивных поединков, но есть единоборство, а есть боевые искусства. Вот, начнете. Где там и 3 против 1, и 10 против 2, и с оружием, это уже, там, какой там спорт? В общем, кто так занимается, да, что они отрабатывают в парах, там между собой внутри клуба у себя там какие-то спарринги проводят, или, может, между несколькими клубов своей федерации, вроде как какие-то соревнования, да, это все кружок военно-исторической реставрации называется. То есть, они просто занимаются тем, что слишком олдскульно, оно не отвечает современным реалиям, и все это очень скоро загнется, и не может это существовать. Потому что современные единоборства, они просто, это как сравнить футбол, например, там, каких-нибудь 60-х годов и современных футболистов. Ну, там, за счет скорости и физики. Ну, понятно, почему они не делают. А супертехника-то не изменилась, там, раньше накручивали побольше, чем ранее. Ну, кто сказал, если взять, например, каратэ, то же самое, не было раньше в каратэ ни маваши, ну, то, о чем мы говорили, ни ура маваши, ни уширо маваши, ничего это не было, это появилось как бы для зрелищности на соревнованиях, оказалось довольно эффективной техникой, эффективно применяемой на сегодняшний день там в ММА. Практически в каждом можно, на каждом соревнованиях увидеть, что кто-то применяет такую технику ног. А каратэ традиционное, вы мне покажите, пожалуйста, ну, ладно, киокушин не берем там в расчет, но вы мне покажите, пожалуйста, хоть один стиль традиционного каратэ, где кроме майогири, микадзуки, йокогири, там, уширогири, прямых таких ударов, которые редко применяются на соревнованиях, а уж тем более на улице их не применить никак практически. Где есть там маваши, где уширо маваши, где все это есть. Это эволюция. Почему они не хотят ей следовать? Вопрос, потому что тяжело. На самом деле, блин, идите, сядьте на шпагат, идите, делайте это все быстро. Ты сейчас выступаешь с нами? Вот сейчас. Вот сейчас я коленку порвал, Женя, честно, уже давно не выступал. И я, честно, не буду выступать. И не будешь выступать, потому что тебе 31 год. А наш зритель в среднем, ему там 30 плюс лет. А ты ему говоришь, что там, где нет соревнований, это вообще не единоборство, не расстрочное, не каратэ. А человек приходит за, не побоюсь этого слова, долголетием в боевых искусствах. Может, он может заняться даже басынин, говорит, что спорт, он краткосрочный. Вот он уже по ударке давно выступать не может, БЖЖ еще продать его жизнь. Но потом, говорит, конечно, только традицион. Это специфика спорта, именно в плане единоборств. Если человек хочет продлить свое здоровье и свою жизнь, он зря идет вообще в единоборство. Ему надо идти плавать в бассейн, где поменьше хлорки с соленой морской водой, ходить в фитнес к хорошему тренеру, заняться своим питанием. Он будет очень здоров. Наверное, я не знаю. Он будет очень здоровый. Здоровый в плане единоборств человек, это тот, кто в молодости пошел, позанимался, хорошенько подрался на соревнованиях, как я. В данном случае я не столько выигрывал, сколько получал. После этого этот человек начал заниматься, может, какой-то тренерской деятельностью или каким-то самопознанием, стал ездить, что-то учить. И потом он, может быть, остался в традиции. Традиции, да, ему уже тяжело стало. Он стал там кота крутить, еще что-то делать. Но это вот для него уже такая как бы гимнастика. Но для него, не для человека, который в 31 год в это пришел. Не видел я ни одного каратиста, ну там, иншахов все эти, которые занимались в 80-х, 70-х годах. Это новенье моды было, это понятно. Но они, извините, и кривоватые были для того времени, уже даже в сравнении с теми же японцами. А человек, который в 31 год пришел в каратэ, говорит, блин, начинай с белого пояса, вам желтое, оранжевое там и так далее. И я вот сейчас стану там супер. Да нет, такого не бывает. Подожди, а почему каратэ вот такой, не может быть таким же лайфстайлом в 31+, как БЖЖ, например. Там тоже люди приходят, поехали с вами в Европу, побухали там, повыступали. Реальный лайфстайл, пофоткали с девочками и все. Я не фоткаю с девочками на соревнованиях. Я исключительно, если вожу туда детей. После соревнований. И после соревнований у меня есть очаровательная супруга, я фоткаю с ней. Ссылка на мою страницу. Посмотрите и на ее тоже. А значит, этот лайфстайл для человека, который все это пережил. Пережил эти спортивные лагеря, пережил сборы. То есть, если ты... 31 год не станет. То есть, лучше вообще не начинай 31, если раньше не занимался единоборствами. Ну, что за ширинизм? Не, ну почему? Можно в фитнес пойти, позаниматься, боксом, можно еще что-то. Но вы поймите, вы не будете никогда... Вы лучше не занимайтесь единоборствами вообще и не получаете там по голове, там на улице, когда у вас какой-то там случится неприятная ситуация, вы будете думать, что вы там как-то можете за себя постоять или еще что-то. А так вы просто уйдете от этой ситуации. Вот, собственно говоря, к чему я клоню. В твоем случае другая ситуация, Жень. У тебя такое единоборство, да, тайский бокс. Оно позволяет... Мы сейчас про каратэ говорили на секундочку. Тайский бокс все-таки как-то позволяет. Там нету таких сильных ограничений по технике, да, там таких нюансов, придирок, еще что-то. Просто вопрос такой же, как, наверное, Андрей Басынин тебя озвучил. Сколько ты им сможешь прозаниматься? Ты вот можешь сейчас прийти ко мне в каратэ и начать катаучить, чтобы это твоим лайфстайлом стало? Ты же вот такой человек очень сознательный, очень образованный. Те интеллигентное единоборство в каратэ вполне хорошо подойдет. Ты сможешь прийти заниматься? Ну, не ко мне припуск, к Алексееву сможешь прийти? Слушай, ну, я в Винчун ходил заниматься, там две формы выучил даже, две с половиной. Но мне формы как раз меньше всего нравились. Я любил день спаррингов, а формы не любил. Вот. Долго ты сможешь Винчуном прозаниматься только тупо спаррингами? Да. Ну, как считаешь, там, до 30, до 40 лет? До сколько угодно, там, много ребят занимает. А, ну, да, это потому что Винчун. А тайским боксом? Слушай, ну, в бассейн, там группа здоровья там ходит, и люди 40 плюс уже практически. Ну, ладно, 30. Ну, сколько, сколько? Но есть проблема, что человек два года отходил, ему надоедает. Либо он получил по голове, либо он считает, что он уже познал всю технику. Вот что, там, 4 удара руками, там, чуть больше ногами. Он понимает, что дальше у него нога выше, все равно не поднимется из-за природных ничей, ну, грубо говоря. А все остальное он уже знает. Ему скучно, ему нечего там делать, ему неинтересно. А традишн, с его многообразной техникой, вот взять твое любимое Гудзюрю, например, там же столько всего, много, там можно до старых заниматься. Можно. Пояса. Смысл какой? Ну, пояса получить, удовольствие от этого, пояса там какого-то получить, еще что-то. Покружаться. Я много вижу людей в разных федерациях, они выходят на черный пояс, да, у них нога выше пояса не получается, они корявые, как кочерги. И им вот это вот каратэ даст, даже с черным поясом, с ихним, их кривое каратэ за счет того, что они только технику сдавали, без поединков даст ложную уверенность в том, что они там что-то смогут сделать. Вот на тайском боксе они в спарринках поставят, у них все будет в порядке. А если на соревнованиях пару раз хотя бы выступят, у них просто... Хорошо, тайский боксинг уже же для пенсионеров нормально, но каратэ серьезное только на уночах. Не, ну, может быть, тайским боксом со своими сверстниками и так далее. Каратэ серьезно, особенно если мы говорим о спортивном, каратэ ВКФ, где-то 12, уже поздняк, у меня дочка в 4 начала заниматься, я понимаю, что где-то я, в общем-то, наверное, поздновато начал. Ты говоришь, почему я докапываюсь до традиционных стилей? Я докапываюсь до традиционных стилей исключительно потому, что я вот занимаюсь каратэ, да, я вот учу детей там и так далее, я несу ответственность за то, какие они вырастут, что они будут им уметь, и в нашей федерации также все несут ответственность, что они будут уметь. В то же время, понимаешь, появляются какие-то люди, которые начинают говорить, что есть секретные китайские стили, что есть там какие-то сказочные волшебные системы, и не надо вот так спортом заниматься. Потом они выходят, получают от боксеров, и они создают дурную репутацию нам, потому что на фоне Насте, я думаю, ты прекрасно убедился, что не так просто, ну, как бы, понадавать каратисту. Вот. А еще Настя-то, она как бы не супер каратистка, да, и тем более я. Есть ребята, которые, они действительно очень хорошие каратисты, та же Инга и Зура, которые живут в Питере. Инга Зура, привет! А кто из наших героев, тебе каратистов, там понравился? Да они мне все нравятся. Мне, например, у Алексеева нравится, вот... Ты мне написал после первого выпуска, кто это, это не каратист, зачем ты его притащил? Не, я про Алексея так скажу же. Алексей входил на семинар Рафаэля Агаева, и как бы самое его большое достижение, помимо его пояса в GKS, что, в принципе, ну, что там, кота сдал, да получил пояс. Ну, есть там, конечно, комитеты, но это так все очень обусловлено. Самое большое его достижение в том, как вот везде он говорит, что Рафаэль Агаев отметил его технику, как вот сам... Да блин, Рафаэль Агаев на каждом семинаре каждого выделяет, вы меня извините. Ну, практически каждого. Вон он у меня, кстати, висит в зале, Рафаэль Агаев. Ну, что такое Рафаэль Агаев тебя отметил? У него есть какие-то ученики выдающиеся? У него кто-то есть? Я, например, вот за нашу федерацию, я не скажу за себя, потому что, ну, за себя я могу поставить вот свою дочку и Настю, я ими больше всего занимаюсь. Дети у меня есть, как бы, но супер достижений у них каких-то нет. Но за нашу федерацию, я думаю, ни мне, ни кому никогда не будет стыдно. У нас третий лучший в России каратист Дмитрий Фагильский. Чем Алексей плох, кроме того, что тебе кажется, наиболее слова, похвали Агаева, и ты не знаешь его достижения. Он абстрагирован, он абстрагирован абсолютно от других федераций, стилей. Он как бы, вот ему, если выгодно, например, находиться в GKS, да, по каким-то своим причинам, с точки зрения, там, ну, атестовываться, еще что-то, он там и будет находиться. Это не из-за эффективности GKS, или не из-за каких-то там высоких требований сделано, а это сделано исключительно из-за того, что ему просто, ну, вот так вот, как бы ему удобней, да, и не выступать там на соревнованиях какого-то уровня, хотя вот по его направлению каратэ проходит кучу соревнований. Вот я, вот живой пример просто, да, вот параллель я проведу. Вот есть Саша Чичеварин, Чичеварин, президент федерации каратэ на умычи. Блин, они свои соревнования проводят, они ездят, это тоже точно такой же вот традиционный каратэ-шатакан. Они ездят, значит, на кучу соревнований, я вот даже не могу сейчас перечислить, сколько соревнований, они к ВКФ не имеют отношения. Они обособлены сами в своей вот стезе, да, каратэ на умычи. Они брата Мачиды, Чинзу Мачиду позвали. Они звали кучу там других известных спортсменов из их направления и не из их направления. Они постоянно работают, они поняли, тут нам надо бороться, тут нам надо еще вот этим заниматься, тут нам вот так надо подкорректировать, тут так стали. Правила соревнований себе поменяли, добавили там болевые. Они традиционным каратэ занимаются, но они постоянно работают над ним. Они молодцы с большой буквы. Пацаны вообще, ребята, классно вообще. Если мы будем говорить касаемо Алексеева, то вот что, я просто не знаю, что я могу. Если я ошибаюсь, напишите мне в комментариях, что можно про него сказать. Он так же, как про меня нельзя ничего сказать, так и про него ничего не знаю. Друзья, пишите ваши комментарии, возможно, вы тоже когда так нагло скажете с экрана, пишите мне в комментариях. Не, я с радостью отвечу на все комментарии, если у Алексеева, кроме его Дана, который я считаю на сегодняшний день, Дана абсолютно ничего не значит, значит спортивные достижения. Я не могу ничего плохого сказать, например, про Басынина, вообще великолепно, я просто вот смотрю и учусь про Анвара. Он не каратист. Басынин советский каратист, неправда. Если я не прав, Андрей, вы можете меня поправить. Написать в комментариях. Я с удовольствием смотрю на Анвара и просто поражаюсь его техникой тэйквондо. Я как бы сам занимался. Ну, Адбасынин, например, говоришь, что техника Анвара, тэквондо, это чисто показушная тема, она не работает. Но он же у него учился вертуху делать. Ну, так для видео. Так, он говорит, слушай, это все не работает. Ну, подожди, и сам, думаю, говорит, что в бою Анвара вряд ли так будет убить. Это мнение... Это все красивости. Это мнение, как бы, человека, прошедшего, имеющего право на это мнение и опыт. Если бы, например, это сказал бы Алексеев, я бы, как бы, даже сказал, вы знаете, я даже не буду это комментировать, на самом деле. А Андрей, если он так говорит, наверное, он имеет на это право так говорить, потому что в его манере боя действительно это может быть неэффективно. В манере боя Анвара может быть это и будет эффективно. Я видел кучу тэквондистов в ММА, я видел кучу тэквондистов там на соревнованиях. Вот даже наши ребята, когда выступают по ММА, мы проводим соревнования. У нас один из каратистов, Юрий Киршев, он организовывает открытые детские турниры по ММА. Хотя они не совсем законные, но он их организовывает. Наши каратисты там выступают и дерутся с ребятами, там, боевыми самбистами, еще что-то. Я всегда вижу одно и то же. Я всегда вижу, что каратисты, дети, и тэквондисты, или вот базовые самбисты, которые приходят, то есть базовое единоборство, да, они всегда сильны. Потому что у них есть методика, у них есть подготовка, у них есть нормативы определенные. Они всегда сами по себе сильны. Неважно, это будет каратэ, это эквондо, это устоявшееся единоборство. Касаемо традиционных, ну, чем они могут быть сильны вот в такого рода соревнованиях? А если они в такого рода соревнованиях не могут быть сильны, то они априори на улице тоже не могут быть сильны. Там нас стоять не надо. Фурор произвела серия выпусков с Виктором Панасюком, Магданом Курилко, Димом Узуном, и все сказали, что да, наконец-то это такая в глазах многих реабилитация традиционных боевых искусств и каратэ, окинавского каратэ в частности. Вот ты как относишься к тому, что было показано в этих выпусках? Ну, что они без перчаток, во-первых, дрались там, ну, даже без ММАшных, если там про глаза, еще что-то мы говорим, а во-вторых, что мешает точно так же Андрею воткнуть пальцы в глаза Виктору. Все, что они покажут, я это видел, как бы, много раз на семинарах, аттестовывался там, что-то сдавал на пояса, все эти бункаи разбирал, еще что-то, ну, блин, это неприменимо все. Это, знаешь, такая вот, какая-то милая ситуация, вот на улице что-то случилось, и ты раз, это сделал, а что дальше, как бы, даже непонятно, ты не переломаешь там все ноги, не повыдергиваешь, коленные чашечки, глазные яблоки, как в фильме Убить Билла и так далее. То есть, ты считаешь, что сами вот эти учителя, мастера, они-то это смогут применить, но ученики, которые к ним примут, они этому не научатся? Я, например, я считаю, что Киохиде Шинджо, это вот главный в Уичирю, да, что все, что он показывает, если кто-то не знает, я там могу ссылочку добавить, показать, все, что он показывает, там, все его удары пальцами потрясающие и так далее, все может применить. А вот за Хигаону, учителя Богдана, Романа Айвазова и прочих, я их уважаю, они вообще, у них отличная физическая форма, особенно там, у Романа, я, например, такой не могу похвастаться. За счет их тренировок, да, Худжи Ундо, они вот тренируются с такими всякими упражнениями. Потрясающая форма, все это очень здорово, но я не понимаю, почему, например, можно это сказать, да, то, что я хочу сказать, вот почему вот Сансе Хигаону называют самым опасным человеком Окинабы, кто ему дал это прозвище, когда Киохиде Шинджо, мастер Уичирю, 10 раз становился чемпионом Окинабы по кота и по кумите одновременно, и он там президентом был федерации, 10 раз он становился, и все, что он показывает, традицион, он 100% может применить, я больше, чем удивил. Ну, блин, мне кажется, это из этой же серии, когда люди говорят, пусть Андрей Бастынин пойдет в очередном выпуске про каких-то традиционщиков, а взрослый, какого хрена разрядник по тайскому боксу, далеко не самый сильный тайский боксер, не то, что Россия, даже Санкт-Петербурга, ходит кого-то проверять, такая же история с Хигаоной, он тоже шоумен. Я не знаю, шоумен он или нет, я вот его не видел, он там на мне ничего не показывал, за учеников его говорю, что они сильные, но сказать, что они там какие-то хорошие спортсмены, я не могу. Если мы говорим в плане, что вот про бойцов и спортсменов, а не про кружок исторической реконструкции, ребят, не обижайтесь, это мое мнение, вы как бы говорите, что мы там пляшем на татаме, да, в ВКФ, ногами машем, кричим много, а у меня вот мнение, что у вас кружок исторической реконструкции. Вообще, то, что Андрея отправляют, конечно, это печально на такие мероприятия, но если не самый крутой тайский боксер, как ты его называешь, да, советский городист, не самый крутой придет в зал к традиционщикам, которые там практикуют черного журавля или как там змея в тени, что-то делающие обезьяны и разгромит их, то, по-моему, это доказательство того, что, в принципе, все это устарело, а то, чем он занимается, это прогрессивно, потому что там крутые, типа, ребята, в своей теме, да? А нет, просто такой формат, который просто плохо закончится, на самом деле, потому что против него будут выставлять все более сильных и сильных бойцов и кто-нибудь его поломает. Каких? Нет, ну, Андрея, блин, ну, конечно, он уже столько отзанимался там, я думаю, что у него травма накопилась, он не стоит там выставлять. Интригу. Можно авару выставить, можно меня в какой-нибудь традиционной направить тему. Кто хочет, чтобы Ираклия мы взяли в качестве проверяющего какого-нибудь традиционного стиля, ставьте лайки, пишите в комментариях. Я тоже могу пальцы в глаза втыкать и не только в глаза, еще кое-куда, куда я вам не скажу. В общем, смысл в том, что, например, есть такой стиль сюринзи-кемпа, традиционный, очень, до жути. Я вот, когда посмотрел, еще пацаном был, я помню, это год 2004, посмотрел, увидел в передаче там по РЕН-ТВ «Военной тайны». Пижня какая-то пошел. Мне там так наваляли в одну калитку. Это... Мне кажется, вообще, ну как-то странно слушательный человек, который смотрит передачи «Военной тайны». Ну как бы без обидов. Извините, в 2004 году что было? «Военной тайны» так перед тренировочкой раз, РЕН-ТВ пошел. У меня компьютер стационарный был на работе, там особо интернета не было. Я как бы парень небогатый. Ботаников еще не было. Ботаников не было, вообще не было. Труба с ботаниками. Я увидел все рензикемпы, мне что-то они показывают, я думаю, что за пижня? А у меня на тот момент уже, наверное, пояс синий был по каратэ там. Я похаживал еще на бокс тоже в МГТУ имени Баммана похаживал на бокс такой изрядный. И я пошел проверить. Такая хорошая техника. Простые удары на невысоком уровне, причем пыром они бьют. Техника бокса, ну такая какая-то своеобразная. Видно, что это что-то традиционное такое смешанное с боксом. И заломы за кисть, причем очень эффективно. Эффективно работают. Мне там конкретно понаваляли. Вот, пожалуйста, элементарный пример. Традиционное единоборство, но оно эффективно, оно работает, и им да, можно заниматься вот как... У них есть соревнования по соревнованиям? Ну они показывают, всякие какие-то штуки показывают. Подожди, показывают, соревнований нету. Нет, они спаринг... Пауза. Они спаррингуют очень много методов соревнований. А контактные соревнованиям? Ни разу не видел. Но как-то соревнования не проводятся. Крутятся, крутятся. А теперь смотрите. Не-не-не, подождите. Ну я просто не могу сказать о том, о чем я не знаю. Но я могу сказать одно, что сюринзикемпа, сюринрю и косики каратэ это, в общем-то, как бы грани одного и того же бриллианта. Подожди, вот ты всех ругаешь, что у них нету спарринга. Я всех говорю. Ну если в традиционных, да, вот те, кто у кого нет спарринга, те, кто не выступает на соревнованиях, все отстой. Но ведь люди же, они все же приходят, чтобы навалять кому-нибудь, чтобы на улице на кого-нибудь напасть. А на не называйте себя каратистами. Не, не говорите, что вы занимаетесь единоборством. Люди устраивают баталии целые. Они выковывают себе мечи, щиты. Они вешают на себя латы. Они же не говорят, что мы воины-рыцари. Они говорят, у нас, да, я просто, ну не особо с ними знаком, но с теми, с кем знаком, они говорят, у нас кружок военно-исторической реконструкции. Или там фашисты... На самом деле реконструкция очень жесткая месяца. Костя другую ломают этими мечами без всякой защиты. Там вообще отморозки полные. Жесткие травмы. Привет, ребята. Скорая снима ваша. Ну подождите, они же не позиционируют себя, что мы вот вмесимся, я не говорю про... Прийти там не надо, признание там сразу все равно... Нет, подожди, на что мне прийти? Я о чем говорю? Они не называют себя единоборством, правильно? Они не говорят, что они с мечом будут сейчас по улице ходить и кого-то мочить. Они в своих условиях занимаются тем, чем они занимаются. Они прислали заявку на участие в БОБО, значит, они считают, что они занимаются единоборством. Ведь это лучший русскоязычный канал о единоборстве. Я так скажу. Существует определенное, во всяком случае, в России сложившиеся школы бокса, самбо, дзюдо, борьбы, карате, тейквондо. Они исторически здесь сложились. Они качественные. Все остальное, где нету какого-то практического применения, практической реализации, практической практики, элементарного спортивно поставить в спаррингах, чтобы почувствовать дистанцию. Еще что-то. Это все не работает. Не тратьте свое время особо на это. Не обманывайте сами себя. Если вам это, конечно, нравится, я не спорю, но занимайтесь этим. Но просто потом возникают такие вот неприятные, дурные эффекты, когда люди выходят, вроде говорят, что они что-то умеют, получают от боксера, разрядника там, какого-то, черные пояса. И говорят, о, карате, лажа. Вот чтобы такого не было. Мне кажется, здесь еще есть такая проблема. Мы когда сравниваем спортсменов с традиционщиками, мы сравним спортсмена реально выступающего, там, молодого парня, который занимается шесть раз в неделю, и вот такого 35-летнего с хорошим объемом талии мужчину, который ходит там три раза в неделю на какой-то традишн. Мы это лизаем. Надо сравнивать двух 35-летних, которые одинаково три раза в неделю ходят один на бокс, другой там на годзюрю. Они примерно одинаково там потеют, примерно одинаково физическая нагрузка. И там не будет такой разницы между спортом, традицией. Я вообще не очень понимаю, почему мы сравниваем боксеров и традиционщиков, например. Мы для наших зрителей пытаемся донести следующую информацию, что лучше заниматься тем, что эффективно для наших зрителей. Я могу так сказать? Теперь уже, да, после того, что ты сказал сегодня уже. Надо заниматься тем, что эффективно, Илон. Один ходит на бокс, а другой на годзюрю. Потом этот боксер выйдет, и человек, который на бокс ходит, он этому годзюрюшнику наваляет 90-процентную вероятность. Ну вот, кто определяет вероятность? Как? А гудзюрюшник скажет, я наваляюсь 90-процентную вероятность. Кто это определит? Как? Это твое? Да, блин, это же, Жень, я очень много... Почему ты тогда вообще с тобой занимаешься? Ну, подождите, я же не традиционным занимаюсь. Во-первых, я боксом занимался. Мне больше нравится каратэ заниматься. Я занимался спортивным каратэ, где практикуются, в первую очередь, спарринги все-таки, упор идет на спарринг. И я там кота готовился буквально только перед экзаменами, 90% времени тратил. Нет, так все, ты стал старый, трав много, и тебе уже сейчас уже все, нечего заниматься. Я все равно буду спарринговать так же, как Андрей Басынин, правильно, Андрей? Потому что мы советские каратисты. Только Андрей Басынин спаррингуется с чемпионом Европы Пинчак Силат, а ты со своей хрупкой женой. Пинчак чему? Силат. Серьезно? Да. А чувак был, у него в анамнезе чемпиона мира по боевому самбо, чемпион Европы, там, России, по универсальному бою, ну, нормально, такой тоже спортсмен-традиционщик. Я практически каждый год либо посещаю какой-нибудь клуб кикбоксинга и там делаю то, что хочу. Не знаю, года, наверное, с 2003-го так делаю. Со своей колокольни с высокой вероятностью могу сказать одно, чем бы вы ни занимались, если у вас спортивных спаррингов нету, эффективности от того, чем вы занимаетесь, мало. Лучше идите туда, где есть спортивные спарринги. Каратэ это будет, где есть спарринги, неважно, там, кёкушинкай, косики, ВКФ. Бокс это будет, тайский бокс или кикбокс, это уж вы выберете, что вам по душе. Но, пожалуйста, не верьте, что можно лапой тигра или когтем дракона отправить какого-нибудь боксера в нокаут. Хорошо, если человек интересует именно сугубо такая прикладная самооборона, где рукопашный бой, это всего лишь одна из составляющих, а там еще оценка ситуации, способ выхода из ситуации, психологическая подготовка, опять-таки работа против оружия. Краф Мага, что ты думаешь о Краф Мага? Не, подожди, ты это просто сказал, я думал, ты сейчас скажешь, а вот Окинавская, на Окинаве просто такое не пропагандирует. А что я думаю о Краф Мага? Шел 2011 год и нас пригласили на семинар по Краф Мага. Я увидел там более знакомые и похожие элементы, но как-то более в упрощенном виде. Оказалось, что тот, кто проводил Габи Микеле или Габи Микейлян, он вице-президент федерации ВКФ карате Израиля. Он преподавал нам Краф Мага, по сути показывал элементы карате, вот самые простые, из бумка, и то, что на цветные пояса сдаются. Если сейчас мы от этого абстрагируемся, у меня не сложилось никакого мнения по Краф Мага, ни положительного, ни отрицательного, потому что я подумал, что это слишком мало, чтобы понять. Еще я смотрел фильм с Дженнифером Лопесом, она там Краф Мага занималась, меня он очень впечатлил. Если говорить о Чудиновском и о том, что он показывает в своей системе, мне кажется, если люди хотят владеть именно самообороной, как-то научиться за себя поставить быстренько и перестать, ну, вот они поучились, как ты говоришь, походили как на курсы английского языка, английским языком тоже долго заниматься, этим тоже долго надо заниматься. Я считаю, что надо всю жизнь заниматься, а не походить. Не знаю, я как бы считаю, что если они походят к Чудиновскому год-два, они будут намного более уверены, нежели чем до того момента, как они к нему не пришли. У него все равно тренировка, я вот смотрел, 90% занимает работа с противниками, с парами, они работают. Это уже говорит о том, что у него эффективная тренировка. А когда ты 90% тренировки крутишь кота, как сказал брат Чинза Мачиды, когда я с ним разговариваю, кота крутишь или делаешь пунцей, или делаешь тули, или делаешь, я по всем единоборствам пройдусь, эти формы китайские, да, и еще прочее. сегодня, может быть, возможно. Так вот, если ты, значит, делаешь вот эти вот формы, вместо того, чтобы отрабатывать что-то с противником в паре, причем что-то рабочее и прикладное, и как бы в каком-то боевом режиме, то это всего лишь не более того, что, скажем, неэффективно, не работает. Я считаю, что у Чудиновского вполне как бы реальные, эффективные тренировки. Если они представляют, что с ними будут так драться, наверное, все вот эти вещи имеют какой-то смысл. Но в современном мире я не думаю, что это уже какой-то смысл имеет. А как ты относишься к контенту? Когда посмотрел выпуск «Лучший из лучших» с Андреем Басыниным и Алексеевым, и Алексеевым, и Павлом Бадыровым, замечательным аналитикам, я искренне рад был тому, что я увидел в этом выпуске. Я искренне рад был этому, можно сказать, разоблачению этого трюка, этого фокуса под названием «Контент». И я в этом вопросе вижу ответ на вопрос, почему ты... Смотришь, мурашка! Оп! Я вижу... Затроза. Спот, для чего китайские единоборства нужны? Так вот, я вижу в этом, в твоем вопросе ответ на вопрос, почему я все-таки вот такой придирчивый и докапываюсь до традиционных единоборств. Ученик этого контеновца, ученик-контеновца, этот человек нанес мне просто потрясающий удар под дых, когда сказал, что он черный пояс по карате, да? Ну, не он сказал, это Юрий Юрьевич в конце, что это камера, Юрий Юрьевич считает, что это подстава, заговор, но знающие люди уже отыскали этого ученика, у него своя система «Комбо». и у него многолетний, больше 10 лет стаж занятий разными видами «Комбо» это вот ты когда приходишь в фастфуд и говоришь «Мне, комбо». Так у него «Комбо» или «Черный пояс по карате» или… Шел июнь, многие уже забыли тот выпуск. Человек сказал «У меня черный пояс по карате» или про него там кто-то сказал или еще как-то и Павел Бадыров сказал «Да вы понимаете, что такое черный пояс по карате?» Фудакан есть такой? Есть такой фудакан, это европейское карате. Вот у него он. Знаете, если Йорга, основатель фудакана, узнает, что вот этот человек говорит, что у него черный пояс, он приедет, я думаю, в Питер, разыщет этого человека, зная характер Йорги, доктора Йорги, основателя фудакана, и собственноручно снимет свой черный пояс и сделает а-та-та-та-та-та-та по пупке. Мне кажется, тема для нового выпуска. Ты выходишь с критикой, а сам ты как бы за себя можешь там дать какой-то ответ? Я, например, за себя могу дать ответ во всем, если там спрашивать. Да, я не в лучшей физической форме, да, я как бы еще что-то, но у меня двери зала всегда открыты, кто хочет прийти и там проверить какое-то мое каратэ моей жены или моей дочке, пожалуйста, приходите, мы вам все покажем, расскажем. Это был предпоследний вопрос, а последний, как ты думаешь, какие были самые популярные комментарии к этому видео? Ну что за черт? Откуда вы его взяли? А, хач-трюкач. Я знаю, что такое есть. Ребят, на самом деле, я просто правду сказал, я вот сказал исключительно свое мнение, что я думаю по этому поводу. Я никому негативно не отношусь, я вообще человек позитивный, но говорю, то, что думаю. Вот, собственно говоря, и все. Добрый Камфу-панда. Надо сделать передачу проверка с Ираклией. Ты же готов? Да. По Москве. По Петербургу у нас бассейн будет работать, а по Москве Ираклией. Кто за, пишите в комментариях, ставьте лайки. Если вам понравился такой формат, такого разговора, пишите. Если не понравился, не пишите лучше ничего. Подписывайтесь на канал Боевые Ботаники на наш инстаграм. Ну и для Илоны, и пальцы вверх. Мат мне в личку. И репосты делайте. Репосты. Мат в личку, чтобы вас Женя не забанил. Да. У меня кто-нибудь сделал интервью, хотя бы рассказывал, что я банил людей, но это в другой раз. Я у тебя хочешь возьму интервью? Жестко, бескомпромиссно. Блин. Но это уже в другой раз. Пока. Если вы любите единоборство, подпишитесь на канал прямо сейчас. А мне будет приятно, если вы поставите лайк и расшарите наши видео. Любителям эксклюзивщика советую наш инстаграм. А другие наши видео вы можете посмотреть тут, тут и тут. Или вас пользуются поиском по каналу. Как разместить у нас рекламу или заказать семинар с участниками канала. Как самому стать героем БОБО. Или заказать фирменную одежду. Это и другая полезная информация в описании этого видео на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok